Всем добрый вечер. Мы изучаем книгу Равы Шерки «Хидуш Гадоль». Наша большая тема – это изгнание и избавление. В формате этих уроков мы читаем текст на иврите, переводим. Можно перебивать, делать замечания, спрашивать, если что-то непонятно. Наша задача вместе – разобрать текст Рава и понять, как он применим к реалиям наших дней. Итак, я читаю короткий отрывочек, который называется «Галутиют Беэрец Исраэль» – «Галутность», если можно так выразиться. Земля Израиля – «Галутность». То есть «Галутное мышление», наверное, имеется в виду. О, Юра Лившиц. Замечательно. Кордионе. Юра Лившиц, да, он всю жизнь чинил пианино, пока он не подключается. Настраивал. Юра Лившиц мы знаем еще из Москвы, 40+. Живет в Бостоне, замечательный человек, руководит «Галута» и «Галута» и «Галута» и «Галута» и «Галута» и «Галута». Мне когда они переехали уже, сейчас не в Бостоне. Да, они во Флориде, да. Окей, но он подключается, надеюсь, подключится. Да, звука пока нет. Хорошо, я читаю. «Раби Зейра кше алали эрес Исраэль». Когда Раби Зейра поднялся в землю Израиля, «Итанаме ата аниот кидэши ишках эт турат бавэль». Он постился сто постов для того, чтобы забыть Тору Вавилона. Чтобы он забыл Тору Вавилона и смог учить Тору земли Израиля. Так сказано в трактате Бава Мэция, 85-й лист. В Нишеле Ташейла возникает вопрос. «Ума гая курэ лулей гая метане». А что бы произошло, если бы он не постился? «Кэнерэ шэло гая дай быках». По-видимому, этого было недостаточно. «Адам ехой ла лот ле эрес Исраэль вели и шаэр вавли». Имеется в виду, как я понял, что недостаточно переехать в землю Израиля, чтобы стать израильтянином. Можно переехать в землю Израиля и остаться вавилонянином, как здесь сказано. И нужно забыть Тутору, которую учил человек в Вавилоне. Это Тора Галута. В данном случае это Тора Вавилона. И вот Раби Зейро настолько сильно понимал разницу этого мышления и важность обрести мышление земли Израиля, что он постился сто постов для того, чтобы Тора Вавилона забыть. Вот, по-моему, очень сильный отрывок. Кто-то хочет добавить что-то или спросить? Ну, на храма, по-видимому? Я, да. Меня слышно? Да, вполне. Я просто размышляю о том, как влияет пост на забывание. То есть это, видимо, не какая-то прямая связь. Что делают посты? Пост обычно у нас связан с Трауром. То есть он как бы хотел, я думаю, похоронить эти знания, отсидеть по ним, шиву, я не знаю, как сказать, трау какой-то, чтобы переключить как-то свой голову. Ну, просто действительно не очень понятно отсюда, какая связь между постами и землей Израиля. и новым мышлением. Понимаешь, в чем вопрос, да? Ну, да, да. Нет, я, конечно, про посты, я бы такого не додумался. Да, это очень интересно. Нет, просто я не додумался. Я одно из предположений. Какая связь может быть? Что вообще человек должен сделать, чтобы переключить свою голову? Это совершенно не очевидно. Он всегда вот думал так и так, что может заставить его изменить подход, изменить взгляд, понимание каких-то проблем. Это совсем не очевидно, да? Это может быть даже актуально для нас, не только в смысле, когда человек переезжает в землю Израиля, что ему следует изменить подход свой. Но может, в каких-то других вопросах? То есть я не хочу сказать, что надо взять, напаститься. Ну, вот, что делает пост? У меня остается до сих пор. У меня есть какой-то вопрос по этому поводу. Почему именно пост? То есть еврей переезжает в страну Израиля, да? И он осознает, что та Тора, да, те убеждения, его взгляды, которые он имел, которые он с собой принес, да, они не соответствуют земле Израиля. Он хочет их изменить, да? И для этого нужно ему сделать какие-то действия. По-моему, это очень сильно, да? Потому что редко человек, как бы, ощущая, да, что все, что я думаю неправильно, я должен как-то перейти на следующий какой-то этап, отринув там все знания, которые у меня сейчас есть. На самом деле это как-то, я не знаю, насколько это очень сильно, но насколько это соответствует реалиям, это вопрос. Потому что у них постоянно были люди, которые ходили туда-сюда и пересказывали то, что учили в Вавилоне к земле Израиля, и наоборот, то, что Петро Абьоханон передавал, например, учил к земле Израиля, они переносили в Вавилон. То есть до Вавилона очень земля, учение к земле Израиля было существенное, иногда решающим каких-то вопросов, которых они не могли постановить. окончательно. Тем не менее, какие-то вещи из Вавилона они тоже усваивали в Израиле. То есть, возможно, ну, во всяком случае, так говорят исследователи, но действительно, еще кто же это? Раф Кагана, что ли? Раф Кагана, кажется. Когда он поднялся к земле Израиля, ему учитель сказал, ты там сиди и молчи, пять лет, пока ты не выйдешь на уровень. По-моему, пять лет я не знаю. Ну, там и совсем он не смог долго молчать. Да, ну, не важно, это другая история. Давай не будем с ними отдаваться. Да, вот насколько это серьезно. Так, кто-то еще хочет что-то добавить или спросить? Я присоединяюсь, потому что мне очень понятно, к чему, как голодание приводит к забыванию. Это какой-то видимость, это он не забывал, он мозги переключал. То, что он забыл все, что он знал. Он просто посмотрел на все под другим углом зрения. Как голодание, я тоже не понимаю, но при этом это какой-то знаковый поступок. Это выражение его осознания, мудау, того, что нужно только переключать. А каким образом голодание в 9-го ала помогает избавлению? Слушай, мы постимся в знак траура. А может быть, у вас вы до этого разбирали как бы постановка вопроса, что значит тра та та мы как быть их технику разбираем но кроме техники есть постановка значит вот вопрос что значит турат этот человек живет вне израиля ночью другой тор и вот андрей вне израиля ночью другую тору я учу тора израиля я слушаю учителей живущих земле израиля может это жало сможете тоже на господине 100 дней голодать чтобы мозги вправить вообще говорю может быть может быть очень может быть все времена еще долго после этого действительно был разрыв и и например вавилоне пока там кто-то приходил рабин или там другие какие-то посланцы земли израиля что-то им там сообщали у них бы они выработали какую-то свою систему и более поздние времена там во франции провансе и спарады испании там у них раз не подходил у мудрецов разный подход к комментариям талмуда потом это как бы они были какие-то пересечения узнавали друг от других все это выравнивалось тем не менее до сих пор осталось какое-то различиями сепардами ашкеназами и так то есть это не удивительно что в разных местах возникает разное разное понимание разные школы и то что там практически чек не живет земле израиля и не делать заповеди связанные земли израиля не ощущает свою связь с ней это влияет на подход наверно вообще говоря для меня но я думаю что это важно в каждом месте чтобы развивалась какая-то своя тара свои аспекты особенно для этого места это так же как земли израиля тара земли для израиля так для сыновин но может быть в америке одни отбычия или одни подходы европе давайте здесь вопрос не о том что разные обычаи а то есть разделение тары галута и тары земли израиля мне интересно я предлагаю каждому ответить на вопрос кто кто как видит для себя в чем отличие тары галута тары земли израиля на ты можешь ответить ну я не знаю мы сейчас и так сложно мы сейчас переходим это вообще непонятно что по простому смыслу вся идея земли израиля тура ты раз израиль это важность проживания земли израиль учения из истории проживания здесь физического понимаешь поэтому когда люди живут не ну я по-простому да поэтому по-видимому главный вопрос и люди живут бабы или они живут здесь по-видимому то что они физически не живут в израиле это как-то влияет на то как они вообще живут своей духовной жизни такая на на идее но это все как бы привязано к тому что в принципе воздухе висит вопрос о том что людей есть некоторая заповедь проживания в земле израиля человек это как бы волюнтарно понимаешь может быть ему на пик коммунизма лучше залезть и там свежий воздух там он еще лучше будет учиться чему обязательно в земле израиль такая идея я же не говорю закон о возвращении как что-то близко к тебе на эту тему поэтому я я не думаю что здесь специфически на и но 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 может сказать я сейчас пошел в березовую рощу сижу тут ручеек все прекрасно но вот я тоже что-то такое думаю понимаешь и никаких претензий к нему не может быть но мне так кажется не знаю да 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 я очень интересных вопросов чем отличаются турагалуты и торговли играли второй вопрос на иного до которые живут и должны жить своих землях по крайней мере у них нет заповедей подниматься в землю израиля точно да вот какую-то они должны учить турагалуты или тора земли израиля ну да то есть надо изначально понять самое главное что урав имеет ввиду или что в талмуде имели ввиду когда говорили турация это сарае вот это вот словосочетание что имеется ввиду чем тура это сарае отличается от торы вне земли израиля понятно вроде учат то же самое правильно или что другие комментаторы сионистские комментаторы непонятно знаешь если пришла про физическое прошивание тогда как бы понятно но известно же ведь как бы капитальное выражение рамбана на которую строят как бы сионисты вообще чуть ли не фундаментально основу да по проживанию который говорится что тот кто живет вне израиля как будто служит вообще идолопоклонцем занимается понимаешь а дальше про это будет как раз ну да понимаешь то есть такое капитальное выражение там вообще не говорите что человек не тутору учит не те комментаторы в принципе если вообще не живет земле израиля у тебя в принципе в принципе направление мысли она вообще не дала поклонцем надо понимать само по себе это выражение конечно не ну да хотя тоже наверняка сложно но часто приводится да ну пойдем дальше не сайон и муна бит хату дегеуру и испытание веры в период начало сбавление моих язык это амисраэль бэмэшн поля хошкат хошкат агару за что что сохранял народ израиля на протяжении всей всего темного периода изгнания это а что поддерживает и и что его поддерживает это вера в то что когда-нибудь в один прекрасный день мы выйдем из тьмы на свет без марта галу во времена изгнания евреи были способны бесконечный вера беспредельно но во времена избавления они хотят реализовать видимо выражение истина и устойчиво они истина и вера это оба эти выражения это начало благословения перед после шма после шма одно это утреннее утреннее благословение после шма а второе это вечернее благословение после шма в общем понятно разница между утренним чтением шпа и вечерним потому что когда на свет весь свет мире это одно а другое когда в мире это имеется ввиду устойчивый до там где тьма тогда мы не видим ничего в аучу и поэтому должны верить и поэтому есть больше сомнений в мире поскольку это сейчас не то время в которое мы верили и надеялись и ждали это время в которой мы должны увидеть ту реальность в которой мы мечтали как она реализуется как она выполняет и когда мы видим что в реальности она не реализуется полностью то то есть полностью видимо что это не кончательное избавление полное избавление частичное совсем так как мы думали не так как мы мечтали во времена а какая здесь ссылка можно посмотреть 8 8 сборник 8 сборник 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 13 12 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 модель и нам хотелось создать здесь идеальное государство которое может быть потом моделью для но тот кто смотрит на израильское общество может указать на множество проблем но тот кто посмотрит на полную картину так как делал например он может увидеть что общество продвигается находится в процессе подъема и именно во времена кризиса можно увидеть что существует и образуется и вырастает из него это интересная мысль что пока нет никакого кризиса в общем-то почти никогда так не бывает чтобы так потихонечку полигонечку все так гладко и хорошо улучшалось и учался участвовали в россии борьба хорошего стуча а в результате получился застой тоже получил свое своими перил застой то есть кризис это на самом деле то что соответствии с тем что рам пишет это позитивная вещь во первых у него есть причины определенные равна их описал а во вторых когда есть кризис можно увидеть в нем потенциал развития позитива куда он развивается интересно да тут вначале у меня был вопрос почему рафшерки решил да что что сейчас день да и что сейчас уже голод не закончился когда есть большая часть евреев то которые говорят ничего подобного да ничего не изменилось вот рафшерки считает что это факт что мы пришли вот зман хамимуш да во время реализации и теперь мы проверяем соответствует ли вот это то что происходит реализация тому о чем мы мечтали кто-то говорит соответствует а кто-то говорит что не соответствует я не думаю что что кто-то говорит что соответствует кстати всем понятно что это реализация всегда она никогда она не может точно соответствует мечтам все всегда реализуется не так как как мечтается я судом себе представляю что у кого-то вообще у человека или у народа может неожиданно реализоваться все именно так как он мечтал хотя не знаю вот есть такой пример ханы да тогда она приводит шмуэля или в храм она говорит об этом ребенке я мечтала это бывает но это наверное редкий случай а но с другой стороны но я не знаю как бы главное различие между сианистами антисианистами сианисты считают что действительно это постепенное продвижение и решит смешать и человеческими руками с другой стороны если как бы антисианист они говорят должно быть прямое приказание например как было приказание построить скинь точно построили по размерам сказали сделать так брусок такой 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 то есть был генеральный начальник который как бы и адрехал архитекторы инженеры все а люди были исключительно как бы исполнительным уше был главным подрядчиком поэтому построили точно все понимаешь здесь идея точно такая же либо вы на глазок делаете и вас получается в кость вы исправляете да либо ждите когда будут точные указания и тогда все будет как построение скинь и с храмом точно так же вот так надо поедем я не знаю на самом деле у нас альтернатива понимания какая одна сказать что мы вот так и ожидали что будет непросто что будет то есть всякие сложности сопряженные страдания с временами мессианскими а другие говорят а мы об этом даже не думали мы думали вот когда уже эти придет машина вот сразу начнутся мессианские времена мы сразу все увидим и все будет за себе если государство будет религиозным и так далее я думаю что в этом исхождение то есть то что сейчас не идеально это как бы с этим все согласны другой вопрос как люди это расценивают если сейчас мы сейчас углубимся куда-то хотя бы расклад простой как бы история 20 века она очевидная была да то есть искали путь решение еврейские проблемы и решали каким образом физически выжить среди народов правильно пришла катастрофа ужасно и расставился своим местам и все и поэтому даже ярые антисионисты они проживают земли израильцы они понимают что это единственное место где можно выжить все ну так наверное поэтому если бы не было катастрофы все эти разговоры они имели какую-то почву под ногами после катастрофы все это не имеет никакой почвы под ногами и все так наверное я не знаю поэтому все остальное все остальное если я правильно поняла как мы относимся к нашему переду который не идеально один скажет это не идеально это не то о чем мы мечтали поэтому это еще не времена миссии а другой скажет ну так и должно быть что не сразу все то есть кризис из этого кризиса должно выйти что-то позитивное и позитивное продвижение и это миссианские времена потому что мы видим явные изменения в мире но прав про это не говорил но если уж ты заговорил о дискуссии между сионистами как мы относимся к этому изменению это случайно что тут пришли к власти еврею это случайно на святой земле или это часть процесса избавления направляемое всевышним и тогда мы не можем увильнуть от того чтобы не признать что это часть процесса избавления а то что не идеально таков процесс избавления и никто нам идеально на самом деле не обещал хотя как раз говорит есть разочарование некоторое от того что вот идеал не воплотился прям так храм не спустился с небес здесь раз сравнивает изгнание избавления да соответственно с ночью и днем да но есть в аллахе конкретные признаки наступления дня да вот и получается что некоторые смотрят говорят что закончилось порабощение народов мы живем на своей земле земля цветет до то что она была пустынной теперь она дает огромный урожай вот и все это описано как признаки наступления дня давно получается что есть какая-то другая группа общества до который идет нам немножко по другим признакам потому что есть же разные там этапы чтения шмак да когда наступает день более не раньше читаю другие позже читают может быть действительно да что есть какие-то одни признаки увидели сказали окея начался день читаем шмак другие ждут как бы точнее не ждут а спят получается это очень интересная я как раз могу добавить что я учился одного раввина равва козовского которые говорю что на самом деле молитва которая не ватикина это уже не молитва серьезно ну это задним числом задним числом считается но это неправильно а а правильно молиться то есть это многие так считают независимо от того не сианисты не сианисты настоящие крутые меньше они ходят молиться на ватикин вот вроде моего зятя например он всегда почти встает еще до восхода и молитвами да они читают именно в тот момент что появляется солнце и иран объяснял очень это очень мне запало это объяснение он говорит что когда уже собственно чуть-чуть на землю и это то что в конце написано да что важно во время кризиса видеть вот эти ростки нового да как перки а вот сказано руль это ну ладно да тот кто видит зарождающиеся мне понравилось это связал с чтением и действительно есть люди которые видят в том чтобы молиться в самый самый момент наступления дня как раз это некоторую мало как сказать правильное действие более правильное действие это не просто так есть большой промежуток очень поздно конец чтения шма в таком-то часу до 9 часов ты должен прочесть важного лица вот сам начал то есть увидеть вот этот 0 а это мне понравилось и зал с восходом очень здорово вижу ровшир кидал намек вот благословение после как бы явно просто таскать у меня теперь это сложилось вместе и что хотелось сказать я хотел сказать что на самом деле можно молиться еще немножко раньше что интересно это не самое хорошее что есть но если например зимой да и тебе надо на работу и солнце на севере встает очень поздно теоретически можно молиться там за час еще до я бы сказал такую вещь она не напрямую как бы с тем что двое травшир кина но но в целом мне кажется вот по нашествию скажем 35 лет проживания в израиле мне кажется главная проблема с точки зрения религиозной современного израиля заключается в том что есть некоторые статус-кво процессы они происходят как бы процессы которые меняются не происходит очень медленно и вообще как бы все это очень оказалось очень длительный процесс как бы наверное после 67 года казалось многим людям гораздо более как бы умными то что гораздо просто до что возгушится и он сейчас будет и вот уши мунин сейчас будет сейчас будет рассвет и весь народ возвращается в шву то есть равгорн кот или все по прошествии 50 лет окажет на самом деле дикий откат потом оказался понимаешь но в каком-то смысле в каком-то смысле откат почему потому что если не просто смотри 75 процентов израильтян они считают что никакого смысла в храмовой горе для современного израиля только причина как бы проблем это мои недалеко ушли 75 процентов от мужа даяна которая года рассказывает что он бинокль навел как бы на старый город и говорю зачем нам вообще-то потекану вообще не понимал даже не то что для израиля какое как бы ее политическое значение этого может быть вот и то что 75 процентов до сих пор да или до сих пор или как угодно они придерживаются такого же мнения начать что-то какой-то как бы дикий откат и то же самое с поселением я не думаю что это откат во всяком случае продвижение очень медленное продвижение очень медленное с этим я соглашусь и непонятно никто как бы не очень понимает каким образом способствует движение этого процесса и время какие-то тупиковые варианты которые говорят только об одном должно быть какое-то очень медленное по-видимому продвижению либо должна быть халила что-то реально какой-то кризис катастрофа которая снова все подвигает но на уровне снова войны за независимость так как это продолжается сейчас это продолжается не так стрельезной точки зрения хотя можно говорить на арабай в этом году поднялось число людей рекордно это я все это я все знаю но с точки зрения как бы опять с утреннего взгляда все очень медленно все совсем не так как это казалось как это будет в этом главная проблема мне кажется аравха и шепи хочет доказать что процесс правильный и что все правильно и что это человек который немножко на другую сторону ходит у него поэтому такие же аргументы чтобы показать не факт что процесс он правильно есть существует гей-парады они принимаются чем дальше они становятся больше субботу не соблюдает и так дальше по видимо есть некоторый консенсус и конце совершенно не на религиозной почве по видимо это неправильное развитие поэтому и у тех и других есть аргумент ну все это как бы может быть обстрел не по делу но вот мне кажется такое ощущение на самом деле про откаты тоже предупреждает да как был мудрец который сказал там если не ошибаюсь пусть придет машин там я счастлив сидеть в тени кучи которые оставят его осел и рабiere говорит что значит куча которые оставят осел когда он оставляет кучу когда он стоит когда он перестал идти тогда у него есть такая большая куча что в тени и можно сидеть то есть значит сидеть все ни кучи осла машеха это вот как раз время время отката да когда все машинка не идет он стоит на месте вот но как бы мудрец времен Талмуда считал за счастье жить в такую эпоху. Пусть Нахам меня поправит, если я что-то... Все совершенно верно, замечательно. Вещи оказываются сложнее, чем они... Даже ученым мужам они подставляются... Вещи в реале выходят гораздо более сложнее, чем люди. Это... Я честно скажу, что не надо трогать ученых мужей. Например, если мы намекаем на Рава Кука, у него вовсе не было такого представления Кука. То, что у меня сейчас было в голове. Восторженность Рава Кука, его восторженность. Не-не-не, а ты почитай. А ты посмотри на главный равенад. Посмотри, на что превратился главный равенад. Ну, вот тебе ответ. Ну, вот тебе ответ. Рав Кук писал. Это ему, так сказать... Он писал в разных местах. Это, так сказать, выхватить что-то из Рава Кука и поднять на... Не-не-не, я сейчас не выхватываю. Я просто... Говорил, что завтра уже здесь будет Гиллайд. Во-первых, это совершенно не так. Он наоборот, он говорил, что вообще все это должно разбиться. Я помню, на каком-то уроке мы читали эту Тору Рава Кука, и тот, кто ее преподавал, он говорит, все, что весит этот проект, ему суждено развалиться и разбиться, а потом как бы воспрять заново. Но наша задача – снабдить его, как я говорю, Рав, он привел образ такой, снабдить его парашютом, затормозить его так, чтобы он не разбился совсем, а чтобы дальше мог вырасти. То есть он совсем его идеализм, он говорил, что вот эти вот мудрецы будут сединять ту и другую часть народа, и все это. На самом деле, как бы он предвидел, что это будет совсем-совсем непросто, и проект этот, он не так легко пробьет себе дорогу. Поэтому, то есть, есть энтузиасты, которые говорят, все прекрасно, завтра уже, послезавтра, Мессия придет, то есть весь народ попадет за нами, это, так сказать, такое, великим людям, по-моему, не было смысла такой прекрасной души, несмотря на то, что вот и Равку, и Равшерки, они все-таки наставят на том, чтобы те вот ростки, те знаки, которые мы видим даже внутри кризиса, что они позитивные, и они в конечном итоге это росток, он зайдет и вырастет большое дерево, и дадут плоды. Ну, тогда еще... Ну, можно посчитать дальше. Ну, не смотрю. Когда еще... Он бы не боролся так за главный равенат, и сравление этих самых, и слияние государственности, и религиозных. Если посмотреть, во что превратился главный равенат. Если посмотреть на то, что большинство людей в Израиле не хотят религиозную свадьбу, например, делать. Почему? Это облом. Ну, подожди, Натан, ты сейчас вводишь в другую сторону. окей. Саду. К сожалению, но я с тобой согласна, равенат, это можно отдельно диск устроить. Почему равенат устроил главный равенат? Он наделся, он взял какие-то семена. Где-то что-то выросло позитивное. На самом деле в его время люди вообще считали, многие философы еврейские, и крупные дети, религиозные, нелигиозные, очень его уважавшие, они вообще считали, что у Ченни Рао Кока нет будущего. Они были в трауре о том, что вот он умрет, и никто не узнает, какой здесь гениальный человек жил и какие гениальные книги писал. Уж во всяком случае такие пессимистические прогнозы не оправдались. Уже хорошо. Я нашел цитату из Перке, а вот это вторая глава, девятый параграф, вопрос, какой правильный путь, к которому должен привязать себя человек. И Раби Шимон говорит видеть зарождающееся. Вот это то, что в конце хочет сказать Рад Шерки. Во времена кризиса видеть то, что из него растет. А, мы, кстати, не дочитали, тут еще есть обновь. Как ли мошель не так ли вот что цебум годоль шла нашим немца в хиппу сахарей аутентию. И вот, например, мы можем увидеть, что очень большая часть общества ищет аутентичности. Это, я думаю, идет речь не о религии совсем, а о чем-то, так сказать, некоторой аутентичности вообще в мире, чтобы быть созвучным, адекватным этому миру. Он нам энзе мовиль лехазарабит шуба эмунит в мована классе. И Раф тоже говорит, что, с другой стороны, это не приводит к возвращению к Расканю, к религии в его классическом понимании, а тем не менее, позитивно в том, что есть в этом сегодня, что, когда мы спрашиваем центральный вопрос, мы задаем, сколько заповедей ты сегодня выполнил, или кебекаша шельбный адам пихет михубарим лемесарами ти. Это, конечно, это не самое главное, как раз, так сказать, подчеркивает, а главное, это насколько человеку стремиться быть связанным с истиной, с посланием истины. Месар не правильный, месар всегда меня ставит в тупик. Ну, миссия, да? То есть, есть некая истинная миссия? Нет, месар это не миссия, это послание, месседж, 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 это да, а вот по-русски как-то с этим сложно. И в этом мы видим глазами. Это реализация пророчества пророков, пророка Амуса, что они будут бродить в поисках божественного слова, и не найдут. То есть, есть какой-то, как я понимаю, слова здесь, есть внутренняя потребность найти что-то истинное, они даже не называют религии или божественным словом, но поиском есть. И вот они ходят и не находят. И вот найти слово Всевышнего, это не мелочь. И вот то, что считает Равширки, что все наше общество целиком находится в поиске слова Бога, слова Всевышнего. Это вовсе не то, что противоречит, я думаю, тому, что Натан говорил, что при этом они не будут жениться через Веринат, они не ходят на храмовую гору, они не едят кошерные. Это скорее говорит о духовных потребностях нашего поколения. Равширки, я думаю, настолько, насколько он знаком с разными слоями нашего общества, у него есть такая оценка, что большинство действительно находится в духовном поиске каком-то. Это не мелкая вещь. Я не знаю, у меня вопрос, например, в чем выражается то, что сегодня израильское общество находится в поиске Слова Всевышнего. Я тебе скажу, вот я встряну и скажу, вот я новости, я слушаю человека, по-моему, даже Тальшик был, это бывший начальник полиции. Ну, не важно даже кто, он говорит, что он занимается общественной деятельностью, спрашивает, какая деятельность. Он говорит, вот есть очень потрясающий шаббат-яруха. Что означает шаббат-яруха? Значает, что как бы собрать под идею о том, что субботний день должен отличаться от других дней. И это не выражается в том, что люди должны соблюдать религиозные предписания. Да? Или исключительно соблюдать не ездить в субботу, не делать запрещения, то есть всего, что не делать в субботу. А делать, наоборот, дальше развивается общественное, социальное, проводить с детьми, ездить на природу, то все, пятое-десятое. Ну вот, пожалуйста. То есть, с одной стороны, наверное, это какое-то глобальное понимание шаббата. С другой стороны, с точки зрения религиозного человека, это нет никакого смысла, потому что люди нарушают субботу. Ну вот, пожалуйста. Подожди, интересно, то есть, как бы, есть некая общественная организация, да, которая устраивает какие-то там экскурсии, да, то есть какие-то... В числе этого есть некоторое общественное движение, которое хочет закрепить сознание людей или развить идею выделенного дня. Этот день не просто, давайте сделаем там, вот когда у нас будет как бы отпуск на работе, емш-лиши, емш-нет. Это именно суббота. Ты не подчеркиваешь, что это именно суббота. И этот день отличается от всех остальных тем, что у тебя душа отдыхает. Как сказано, военнофаж, чтобы душа людей отдыхала. Понимаешь? Но при этом, при этом, это не связано с глиозными предписаниями. Поэтому вот тебе как бы и вопрос, и ответ. Что это с точки зрения глиозного человека? Это положительное либо отрицательное? С одной стороны, можно сказать положительное, почему? Потому что сказано военнофаж. Вот душа человека, ну, фэш-нет. Правильно? А с точки зрения как бы... С точки зрения Аллахи. С точки зрения Аллахи, наоборот, это массовое нарушение. Суббота люди будут садиться на машины и выезжать в парке. Ну, так ты за или против? Вот спрашивают религиозного человека, ты за или против? Ни один религиозный дедник не может сказать, что он будет за 100%. Почему? Потому что он тем самым будет способствовать массовому нарушению Субботы. Все. По-моему, это как раз огромное продвижение для того, чтобы общество в целом приблизилось к соблюдению Субботы. С одной стороны, да. Смотри, я с тобой с... С одной стороны, да. С другой, с одной стороны, да. А с другой стороны, если ты с самого начала не ставишь и не говоришь, ребята, это должно быть параллельно, не может быть так. Невозможно. Ногами ходи в парк. Почему? Не могу объяснить. Вот так вот это... Поэтому это получается, с одной стороны, это все привязано исключительно к человеческим нуждам. Понимаешь? Тут божественно очень мало получается. Получается, душа человека отдыхает, но эта душа, она не связана с божественным источником. Люди не признают власть Бога. Ну, так, если грубо сказать. Понимаешь? незнание тоже нет ответа. Может быть, это не самый хороший пример, но духовный поиск, он не всегда обязательно формально в области религии находится. Люди ищут некоторые моральные основы. Согласен с тобой. Они создают какие-то вот... Согласен с тобой сто процентов. Так идут люди, которые пытаются найти какие-то кшарим, какие-то мастем и втрижно-религиозными. Но при этом ты должен отступиться от предписаний Тора и вообще не говорить людям про это. Как только начнешь говорить, начнешь людей отвращать. Понимаешь? А сколько людей займет время, чтобы потом понять, что это должно быть связано? Непонятно. Непонятно, грубо говоря, это уводит от религии, либо приводит, либо ты должен вообще по-другому посмотреть, что такое религия. В принципе. Все. Возможно. Возможно. Я не знаю. Но духовное искание это в самом себе позитивная вещь. Если человек вообще пофиг у всякой духовности и морали к тому же, это будет очень огорчительно. А насчет морали я считаю, что у нас общество довольно прогрессивное. Я тоже считаю. Я тоже считаю. Я тоже считаю 100%. Волонтерство, например, очень разное. Я с тобой согласен. Мы с тобой сейчас вместе накидаем кучу этих самых. Мы тоже, мы любим Израиль, нас очень много замечательных, и люди совершенно потрясные. Но конкретно, я беру конкретный пример. С конкретными людьми. Эти люди дети. количество... Оставь этот пример. Я не знаю. Что оставить? Он болезненный пример. Мы с тобой не пойдем в эту компанию. А мы можем заниматься какой-то своей волонтерством в тех областях. Не важно. Я вот не одна, там было много религиозных, Да? Я с тобой 100% согласен. Послушай, вопрос простой. постановление мудрецов по соблюдению субботы. Это связано с душой, это божественное. Либо это мудрецы так захотели, им так вот важно было, может быть... Натан, ты опять нас куда-то уводишь. Я увожу, потому что, я могу сказать, это самый болезненный вопрос. Люди нерелигиозные, могу я приглашать в субботу к себе, либо нет. Соответственно, кайф, посидим, поговорим, делаем тедушь. А вдруг они на машине будут ездить? Ни один раз не скажет, приглашай, не скажет, я спрашиваю, не говорят, уходят от ответа. Урава, Ширки? Урава, Ширки? Да, Ширки не спрашиваю. Урава, Ширки, я приглашаю, Любовь, что они тебе приезжают на субботу. Это его проблема, что он приехал на машине. Да, но он приехал, то, что его позвал. Ну, хорошо, ладно, все, без сады. Не-не-не, у меня, у меня у внука была трагическая история, почти трагическая, кончилась она прекрасно, у него был бармица. Ну, как на бармицу, человек получит недельную главу, иногда полгода, иногда несколько месяцев по-разному, кому больше, кому меньше. И неделю перед тем, как у него должна была быть бармица, все мы были приглашены, там, братья, сестры, племянники, двоюродные и прочее. Неделю перед этим он не ходил в школу, чтобы, не дай Бог, не заболеть короной. Тем не менее, за несколько дней до бармица, до этой субботы, он таки заболел короной. И все приглашения были отменены. Приглашения были отменены, а у моей дочки есть свекровь, нерелигиозная. Она, так сказать, поскольку, хотя ее и не приглашали, она сел на ногу. Там не было совместной силы, на трагедии и так далее. Но при этом, синагогу, в которой они всего несколько месяцев, они там новые в эфрате, они им предложили, мы сделаем меня в вашем дворе, мальчик будет там, в отдалении, и будет он читать Тору. То есть, на самом деле, это был такой облом, что человек учился полгода, например, эту недельную главу, а в конце он не мог пойти в синагогу. И в синагогу организовал меня во дворе. То есть, это было очень волнительно, как говорят по-русски, очень мирович. А свекровь села на машину, ее никто не звал, она приехала. Я тебе говорю как пример. Ее муж, Ханин и свекрови, когда они возвращались, она, так сказать, ему сказала, спасибо, что ты нас привез там и так далее. Слушай, это такое переживание для меня, потрясающее. Я так счастлив, что я при этом присутствовала. Торец, который приехал на машине и уехал на машине. И тем не менее, он был в восторге. Он соприкоснулся с этой духовностью, что там особенного? Молитва, чтение Тары. Мы так к этому все привыкли. Для нас это обычная вещь. А для них оказалось это очень-очень волнующее переживание. Я не знаю, где он там. Я снимала знакомые. Это довольно новый муж там, я знаю, лет пять. Мы часто пересекаемся с ним. Но это пример. Действительно, оказывается, что для них это важно. Люди, которые ничего не соблюдают, мало что знают. И так далее. Но она на самом деле очень была рада. Всегда Ханя на свекровь, что ее дети, ее внуки учатся в любезной школе, что они все это узнают. Хотя сама у нее не было кошелка. Когда они поженились, так она сделала через некоторое время у себя кошельный дом, чтобы детям было удобнее и так далее. Самое это не так уж важно. Но при этом есть вот какое-то ощущение в обществе, с которым мы столкнулись. И это не единственный пример, просто это пример из моей семьи. А вообще, говоря, ты чувствуешь его во многих местах. Очень здорово, что Натана и Нахама привели нам примеры того, как в наши дни реализуется пророчество пророка Амоса. Люди ищут слова Всевышнего. Хорошо, тогда продвинемся дальше. Давай. Так, я прочитаю следующий отрывок, который как раз довольно радикальный, нетолерантный, политник корректный. То есть Раф Шерки говорит прямо то, что думает. Но нас, в принципе, предисловие предупреждали, что могут быть вещи, которые кого-то, возможно, повергнут в шок. Итак, Абудат Хашем Бахуль Хинат Абудазара. Служение Всевышнему за границей это Абудазара. Идолопоклонство. Амруха Хамин сказали мудрецы в трактате Ктубот. Коль Хадар Бахут Сла Ариц Ки Илу Абудазара. Всякий, кто проживает за пределами земли Израиля, как будто служит идолом. Тут нужно, наверное, объяснить, что это дар, это имеется в виду постоянное проживание. Есть гар временный, есть дар постоянный, как будто служит идолом. Зу Абудазара Бехетер Безманим Шель Галут. Это разрешенная Абудазара во времена Галута. Эйн Малы Асот Кенегедзе. Ничего невозможно поделать с этим. Ану Анусим. Мы как бы вынуждены, такой тоже есть аллахический статус, называется Анус. Буквально это изнасилованный, то есть когда человек под принуждением и ничего не может сделать. У него нет выбора. Значит, ничего мы не можем с этим поделать. Рак Царих Лада от Шизу Абудазара. Но только нужно знать, что это Абудазара. Аль Кен Ней Мак. Поэтому сказано в книге Дворим, 4 глава 28-29. А Вад Эм Шам Эл 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 Ма Се Эд Адам И будете служить там богам сделанным руками человеческими. Эц Ва Эвен из дерева и камня, которые не видят и не слышат и не едят и не чувствуют запах. Убекаштем Мишам Эд Хашем Эл Эл Эх Ва Мац Ата И будете искать оттуда Господа Господа Бога и найдешь его Если Если Будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей Аттуда Лем Что имеется ввиду под словом Мишам оттуда Левит Кнессет Имеется ввиду Синагога Из этой Абуды Зары ты сможешь встретиться с Всевышним Раби Игуда Леви в книге Кузыре первая глава 97 параграф В книге Кузыре Раби Игуда Леви говорит что если бы в дни первого храма была построена синагога общество пришло бы и разрушило ее потому что увидели бы в этом какую-то разновидность идолопоклонства возведение синагоги это почти нарушение запрета запрета эвен москит вот тут я попрошу объяснить точнее что такое запрет эвен москит я не знаю из книги воикра надо посмотреть а там есть ссылка на воикра воикра 26.1 то есть это один из видов идолопоклонства которые нужно было уничтожить в земле к нам когда они туда пришли вот 26 да воикра 26.1 шепер шоу абудат хашем шелоба в этом мигдаш что имеется ввиду служение всевышнему не в храме ну да по-моему это по-моему это связано с тем что нельзя распростираться кроме храма нигде вот эти камни почему кладут лист бумаги во время распростирания в рошашана между лбом и полом мигду у для 湯 мм м iah да ты что ты сказал запрет распростираться в любом месте кроме храма ну да то есть и поэтому все таки в синагогах не распростираются кладут что-то чтобы не прямо на к кладут какой-то платок чтобы не на камень приклонять колено и раз в год на самом деле еще тряпочки подкладывают берут с собой тряпочки подкладывают известная процедура хорошо разобрались значит не сказано что возведение синагоги это почти нарушение вот этого запрета ли ахар хурбан бэд хоришон бэд хоришон их литу работы на баба бэль 6 мекан со времен после разрушения первого храма решили работы но наши учителя в вавилоне что отсюда и дальше служение всевышнему будет осуществляться в синагоге маду агитирула сотка почему они разрешили делать так кик дула обирали шма мимит с вашего лишь вам потому что предпочтительнее нарушение с благой целью чем исполнение заповеди с неправильным намерением как-то так сложный закон отдельно конечно разбирать но есть ситуации в которой приходится идти на компромисс если это для для благой цели здесь имеется ввиду что если чисто по аллахе да то служение всевышним в синагогах до в отсутствие храма за пределами земли израиля но почти почти нарушение запрета вода заран но бодрецы вавилона решили это делать для того чтобы не не забыть вообще как служить всевышним да и получается тогда получается они дальше добавляет на объяснение более тоже считает нужным подчеркнуть когда преступление совершается ради исправления мира и на ассетле гамрей решен шамаем тогда она совершает стопроцентно во имя небес то есть с правильным намерением да и тогда она считается лучше чем заповедь с неверным намерением смысл такой да что как бы в определенной ситуации ситуация отсутствия храма до ситуации когда евреи вообще не живут на своей земле плену вавилона решили что как бы можно служить всевышним в таком как бы состоянии синагоги до бэйт-кнессе которые ну там производится ряд служений да вот именно таких религиозных да но нужно осознавать что это чисто формально это является почти а вода заранда и ее как бы осуществляют вот но ради исправления мира ну то есть раз здесь ставить точку а в принципе ясно из этого следует что и на самом деле это все может быть только задним числом принципе синагога это проблемная вещь и уже не должна быть так и поэтому за границей просто вообще человеку нечего делать если есть возможность да его можно оправдать только если он вот анус да как здесь сказано если у него нет выбора если он не может приехать если там на земле израиля никого нету вот а в противном случае он должен как бы осознать да что формально это почти а вода зара и ну совершать какие-то действия да по возвращению мне только вот не не очень понятно то есть вопрос что значит киилу вообще-то это распространенное как будто на иврите киеву это у нас каждое слово киилу блин это ли киилу а что значит киилу в это вода зара либо увет либо ловит значит киилу киилу у наших детей это кайка из английского лайк и есть люди которые это говорят через каждые два слова ну да человек убил преступление он киилу убил или правда убил такую либо любил либо не убил понимаешь в данном случае это киил то есть это то что когда сказано киилу это значит действительно это непрямо но это есть в этом оттенок вообще немножко странно да правильно что а вода зара да то есть есть три вида про которые сказано три вида прегрешение или преступника человек будет убить 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 я ровно я вот это одно из самых страшных вещей правильно и а этим и киилу как может быть киилу и страшное как прорывание крови он как будто кого-то убил либо не убил это довольно частый полемический прием у наших мудрецов тот кто там публично порочит прочувствовал насколько это тяжелая вещь конечно это не идолпоклонство но она почти это нормальная риторика я думаю во времена во времена ромбана все таки наверно нерелигиозных людей не было понимаешь может быть были но какие-то скрытые вопрос по отношению сегодня бы задали вопрос ну хорошо ты говоришь когда живет не худце лера цесараель до киилу а те который живет в израиле и дальше список и прегрешение которое он делает ну а что это а он сказал бабу моё время таких не бур не было людей которые наверное не ели ни кошерного не были людей которые не молились не было я не знаю гей парадов не было были гей парадами а времени когда написано эта фраза киилу в это конечно были конечно даже есть обсуждение по поводу мумар да на государственном уровне на государственном уровне галики парад а вот не было государства так вот в чем корень проблем не на чем ты говоришь если мы о чем говорим в тот момент не было государства но те которые ели не кошерные те которые отказывались от религии были он назывался мумар и обсуждается в талмуде может зарезать скотину она будет кошерная или нет и мумар так сказать для кису мумар то есть тот который делает ради удовольствия а это марли тямо называется для 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 своего как так вкусно а марли артист тот который делает для того чтобы разошли все вышли на зло то есть это не то что не было таких были и в те времена безусловно были если может быть и не был нерелигиозным были люди которые и служили идол а вот азара во времена мне кажется мы сейчас нащупали вот это вот мне кажется самую главную самую главную тему самая главная тема что разбирается вопрос который уникальный прецедента ему не было не было прецедента израильской еврейской государственности во времена давида и шлома в таком виде как это сейчас по-видимому это не было потому что насколько я понимаю есть есть разница гомосексуалисты были тогда то есть есть разница между когда отдельный человек что-то делает а с другой государственном государственном уровне она дает возможность более того сама проводит гейт-парад есть разница она посылает тысячи шутрим для того чтобы они оберегали они к конституции залог в законах установлено что государство обязана давать права но это же на государственном уровне делается не дает всех прав которые у других граждан так сказать если если в точности смотреть например жениться они не могут и это как бы нормально а остальное давай не будем сводить это все отдельный сложный вопрос который хорошо оставить гомосексуал я тебе скажу например нарушение субботы вот сейчас примут закон о том что будет общественный транспорт ходить по субботам это же на государственном уровне правильно ну такое было ну я тебе говорю машины я тебе говорю о том что на государственном уровне делается всегда были был транспорт хорошо мне кажется вот идея израильской государственной идея не то чтобы за то чтобы был транспорт по субботам ты пойми но я понимаю говорю о новизне вопроса приводится аргументация из толмуда конечно конечно сегодня у нас совсем другой мир о да то что хотел сказать и поэтому в нашем государстве действительно возникает множество проблем которых и не возникало правильно например там не знаю врачи в больницах может ли врач конан то что дежурный врач который вызывают на операцию потом вернуться домой себе религиозный человек ответить на этот вопрос например это один из миллионов вопросов которые сегодняшние современные тот же раф шерки он пишет в других местах и я на его лекциях слушал это наша самая главная проблема да когда например говорят он отбивает то что не религиозно обвиняют религиозно в том что они хотят сделать гената аллаха то есть государство которое живет по религиозным законам он больше такого в принципе не может быть потому что нету галахи по государственности это область вообще не разрабатывалась как вести войны как это как как относиться к захваченным территориям как относиться к народам во время войны и что такое милхэмитху это вообще этого не было и поэтому на самом деле по сравнению с другими законами которые были актуальны и после шелханаруха есть комментарии на шелханаруха и скажем поскольку все таки есть какие-то основания а тут действительно этого всего нет не на кого особо опереться есть какие-то в талмуде тоже в талмуде не очень заинтересованы теме хотя есть основания какие-то но с этим надо работать это отдельная совершенно тема раве шаули с рели по-моему был такой он очень интересная как сказать идея поэтому по этому поводу есть огромное количество разногласий как на самом деле не слишком продвинулись из-за того что андрей просил как бы если проблема синагоги даже в израиле да 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 это интересно это что 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 как если проблема проблемная даже проблем поскольку сегодня храм не существует а я думаю проблем пока нет а когда будет храм тогда вопрос да ну да вот здесь сказано да что если бы в кузыре сказано да что если во времена первого храма была введена синагога тогда общество разрушила да увидим подобие вода за рамку это уже вот подобие государства я хочу вам сказать что мне кажется все вот это да это вклад в плату и нас подводит к реализации что замечательного анекдота вы помните да человека и обезьяна вот обезьяне поэтому повесили ей как бы что-то такое банан на поляне и смотрят что она будет делать она подчесала репу подпрыгнула взяла банан и съела поставили алкаша и бутылку подвесили ну раз прыгнул два прыгну все чеш-трепу не знаю ну что делать возьми палку сбей он будет фиг ли думать прыгать надо к чему это сейчас секунду 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 это я шоу бинон это я шоу бинон и когда море расступилась им всевышний сказал фиг ли думать прыгать надо вы чем не кричите идите в море здесь тоже самое фиг ли думать прыгать надо государство строите делайте сами делайте а потом будем разбираться вот все вот и ответ фиг ли думать прыгать надо нет ты все переверну хорошо может анекдот подзабыл на идее понятно фиг ли думать все наоборот ну хорошо народ понял народ в комментариях понял так что по-моему самое главное самое главное моты фиг ли думать прыгать надо а прыгать не хотят прыгать не хотят это чревато это чревато во первых может не расступиться так вот прыгнешь так вот прыгнешь а она не расступится а чё дальше будешь делать ну хорошо мы сегодня устроили такое веселое заседание посады вы с чем шиной то господа мы тут сегодня даже заканчивать можно было долго обсуждать очень интересная тема чем дальше в лес тем больше дров как известно чем дальше живешь в израиле тем более интересно становится окей ну хорошо мы даже заканчиваем нас тут не будет поджимать извиняюсь что не слишком продвинулись но как бы поселились наоборот с тобой было очень хорошо хорошо на этом заканчиваем сегодня отлично обсуждали вообще да вот народ будет записи слушать тоже вообще да кстати еще одна идея вот минута осталась я вот все время говорю народу послушайте вот про храмовую гору я не понимаю почему тот же самый равширкин по моему совершенно гениальная идея для того чтобы разрулить вот это вот дурацкая ситуация которая сложилась вокруг храмовой горы надо сделать национализацию не национализация интернационализацию этого конфликта вот чувак написал в конго все был христианский пастор все сделал шву послал христианство нафиг 300 человек давайте их всех суда 300 человек из конга вот пускай ты 300 человек из черных будут восходить на храмовую гору их арабы будут не пускать они будут говорить гизанут расизм и черные нас не пускают вот что надо делать тысячи людей народов мира поднимаются запись мой дом будет дом молитвы всех народов все почему бояться я тебе хочу сказать боя это не бояться это делать бояться бояться не хотят понимаешь потому что народы мира которые соблюдают ребята черные да он скажет я-то иду туда а ты чего вася не идешь а вася скажет и так скажешь что моя чё тебе надо а мне чего не надо и начнется неприятность понимаешь ты их позвал они завтра приехали прут из конга на город и чего ты рядом двух метрах сидишь и не идешь если как вопрос на тебя переворачиваешь а никто не хочет стрелку переводить а на самом деле гениальная идея была привезла тысячи людей и все никакого никакой вакс не остановит то вот такое предложение это здорово придумал да давайте осуществлять все хорошо закончено всем счастливо пока